МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Имени Павла Степановича Нахимова. Прошу любить и жаловать. Итак, Алексей Чистяков. Добрый. Курсант четвертый курс. Дальше. Максим Ёлкин. Добрый. Четвертый курс. Михаил Жавняк. Добрый день, Миш. Здравствуйте. Третий курс. Про ТРР Роман Манилов, так и хотелось бы сказать, тоже курсант училища имени Нахимова. Директор фонда Екатерина Бакунина, председатель отдела культуры Тверской епархии, член общественной палаты города Твери, Отец Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Это наш постоянный участник нашей программы. И полковник Игорь Маркович Пивницкий, руководитель учебного центра «Призыв», кандидат военных наук, доцент. Игорь Маркович, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые друзья, вот эта вот красота, честь и гордость, скажу вам сразу, Тверской земли. Это не важно, что ребята учатся они. В Севастополе училище Тверской. А сами-то они родом из Твери. Так вот, они приехали на, скажем так, на каникулы, на зимние каникулы. Специально тут целая серия встречи. Приехали по инициативе фонда Екатерины Бакуниной. Да, отец Роман? Нет, пригласил Центр «Призыв». Игорь Маркович разработал программу, которую мы поддержали. Посещение школ для патриотической такой работы и встречи со старшеклассниками. Ага, со старшеклассниками. Значит, давайте мы расскажем несколько слов о том, что посетили в Твери. Можно сказать, что без помощи отца Романа у нас бы так все успешно не прошло. А вот, брат, я и говорю, что здесь так все взаимосвязано. А была бы, ребята, такая возможность приехать, если бы не Игорь Маркович, если бы не отец Роман, или там бы находились сейчас? Сейчас бы мы уже были в училище. И у вас еще каникулы там бывают? Зимние, скажем. Да, каникулы бывают, конечно. Но народ не выезжает на родину. Вы с нами проводите там время? Нет, все отправляются на родину, но нам добавили несколько суток отпуску специально для того, чтобы мы провели профориентационное собрание. О, нормально. Вы знаете, это я хочу отметить командование училища, которое очень ответственно относится к профориентационной работе в интересах того, чтобы в училище приходили хорошие ребята. Им специально добавили четверо суток для того, чтобы они побывали и в Тургиново, побывали в Старице, поработали, пообщались с ребятами в школе. То есть у нас была очень интересная, насыщенная программа, в том числе благодаря командованию училища, которое очень ответственно относится к этой работе. Скажем, сегодня вот из этой студии спасибо командованию училища, потому что если выделяют внимание такой работе, кстати, наверное, и в другие регионы, также курсантов отправляют. Там у вас ребята из разных регионов России учатся, да? Да, безусловно. Но наших тверских сколько? Порядка шести-семи человек. Разные курсы? Да. А когда началось вот это вот? Ну, я знаю, мне почему-то все время вьется марш нахимовцев, вот как я готовилась к программе, вот все, вперед мы идем, с пути не свернем, потому что мы Ленина имя в сердца свои несем. Понимаете? Ну, потому что марш у нахимовцев уже сколько десятилетий, но вас нахимовцами назвать нельзя. Нет. Хотя это училище именно нахимово, да? Да. А нахимовцы это сродни нашим суворовцам? Нахимовцы это морские суворовцы. Суворовцы. Среднее образование. А у вас какой-нибудь гимн есть? Какая-то песня своя, что вы поете на парадах в том числе есть? Да, есть. Но это не марш нахимовцы? Нет. Уже современная какая-то? Нахимова достойные сыны песня. Нахимова достойная... Старая песня? Достаточно, с советских времен. А, с советских времен тоже, да? Так вот... Это вот, Ирина, вот вы спросили такой вопрос, что вот почему нам интересно представить этих ребят, ведь училище, в это училище получили возможность ребята из России поступать после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, когда событие произошло. И можно сказать, вот наши тверские парни, которые там учатся сейчас 6-7 человек, это вот первые такие... Это первые наборы, это первые ребята, которые, наверное, проложат такую тропинку в это училище из Твери. То есть они первопроходцы. Вообще здорово. Ирина, знаете, я добавлю отца Романа, но вот выпускнику учебного центра призов сейчас учатся шестеро. И вы спросили, а вот когда эта тропка открылась? Эта тропка открылась в 2016 году, когда первые двое ребят из Тверской области, выпускники учебного центра призов, Рихард и Алексей, я не буду называть фамилии, но по определенным соображениям нашим военным, поступили туда. И уже закончили в прошлом 21 году это училище, по специальности другое, и уехали один в Владивосток, один в Дагестан. То есть там распределение идет во все уголки России, да? Да, конечно. Вы как выбирали? Вот я хочу сказать нашим радиослушателям и телезрителям, что вот эта вот краса и гордость России, нашей Тверской земли, вы же подводные десантники, да, вас можно так назвать? Водолазы-разведчики. Водолазы-разведчики. Это про вас народ с упоением смотрит художественный сериал «Морские дьяволы»? Похоже? Да. В задачах тоже есть похожие? Да, конечно. И, наверное, учиться-то... Ой, как сложно. Да, это физическая нагрузка. Но я радиослушателям говорю, потому что ребята-то под два метра ростом. Сразу у нас сидят красота неземная. Там рост важен? Нет. Главное просто физическая какая-то выносливость и, в принципе, сила. А сдавали физическую нагрузку при поступлении, да? В любые военные вузы, как и в наш, при поступлении сдаются нормативы по физической подготовке. А что еще нужно сдать? В целом нужно для поступления в любой военный вуз, как и в наш, сдавать физическую подготовку, экзамены ЕГЭ. Это три экзамена физика, математика, профиль и русский язык. Также физическая подготовка, это уже на базе училища, это сила подтягивания, скоростная скорость, это 100 метров и выносливость 3000. Также на базе училища проходит психологический персональный отбор, который выявляет у абитуриентов приспособленность к дальнейшей военной службе. То есть, насколько он морально подготовлен или развит умственно, потому что она включает не только вопросы на твою психологическую подготовленность, а также и на сообразительность. Тут сообразительность. Вообще важны успехи в школе, чтобы быть военным. Это, как раньше говорили, но это не обязательно. Главное, чтобы выносливый мог автомат поднять. Нет, вы знаете, обязательно. Вот оценка общеобразовательной подготовки осуществляется по результатам ЕГЭ. Я должен сказать, но сейчас не будем загружать эфир, называть цифры, что для поступления в их вуз требуются уровни ЕГЭ повыше, чем в иные вузы. То есть, отбирают толковых, умных ребят. И, безусловно, с высокой морально-психологической готовностью. Вы, там есть у вас общежитие, вы же не на корабле живете, да? Первые два года проживаем в казармах для понимания особенностей военной службы, самой военной структуры со стороны рядового. После старших курсов с третьего по пятый проживаем в общежитии на новой территории. Наши училицы делятся на две территории. И занятия проходят и на тех, и на то, и на другое. Между ними осуществляются переходы. Но, так скажу, что в общежитии, естественно, условия нам комфортнее. Больше возможности для учебы, для саморазвития также. Но само место проживания не принципиально. Но вы на берегу моря? Да. Обе территории на берегу моря. Территория 75-го городка. 70% это граница моря. Ну, удается вот так вот для саморазвития, вы сказали, есть время, а удается время для отдыха есть в море-то покупаться? Ну, у нас предусмотрено... Вы пловцов спросили, если покупаться в море. Не, для себя, ну, пловцов-то это без специального обмандирования. Вот вышли, ребята, хотели отдохнуть, на пляж полежать. Ну, прям по своей воле нет. У нас все-таки военная структура, военная организация. Но для курсантов организовано, как и на занятиях по физической подготовке, так и утром на утренней физической зарядке, купание. Красота. Также и по рекомендации командира могут быть и в свободное время организованы. Слушайте, очень красиво. Ну, кстати, вот сколько? Третий курс, да? Четвертый. Всего четыре курса? Пять. Пять. То есть вы уже практически, можно сказать, на дембельскую черту с курсом стоите, да? Не разочаровались еще? Нет, конечно. Выбраны специальности. Ну, конечно, все еще впереди. Уважаемые друзья, как впереди все и у нас, потому что сейчас мы уходим на небольшую рекламу. Не переключайтесь. Тема дня в эфире. Сегодня у нас в гостях курсанты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной звезды училища имени Павла Степановича Нахимова. Уважаемые друзья, подводный десант, так мы назовем вас, да? В чем специфика обучения? Вы сразу начали постигать основы хитрости этой науки. Долго нам надо учиться-то, ведь это же... Всегда у нас спецназ считался чем-то высшим. На самом деле обучение по специальности идет с самого начала. Просто с каждым курсом оно чуть больше разворачивается. Потому что, в первую очередь, мы должны пройти общеобразовательную программу высшего образования. Но при этом для того, чтобы постепенно вникать в дело, начинается с самого лазов. Все равно на первом курсе, еще даже на КМБ, происходит знакомство с водовазной техникой, особенностями теоретическими службой и дальнейшей работой. И потом с каждым курсом мы начинаем уже учиться работать под водой. Сначала выполнять технические задачи, такие как что-то приварить, что-то отпилить, что-то собрать. На разных глубинах, разном снаряжении с помощью разных инструментов. И затем, когда ты уже хорошо освоешься под водой, спокойно перемещаешься и понимаешь сам принцип водовазного спуска, ты приступаешь уже к более специализированной деятельности, можно даже назвать ее боевой. Кстати, ребята, вот Алексей, вы до поступления в училище увлекались какими-то глубинными погружениями? Знали, что это такое? Нет, я с этим не сталкивался, только лишь по фильмам и сериалам. Но это привлекало или как? Конечно, конечно. То есть это не случайно, да, Максим? А вы туда пошли не случайно в это училище поступать, а тем более вот дорога открылась. У нас же тоже есть много сухопутных военных училищ. Нет, меня изначально, я вот, когда поступил в Центр призыв учебный, вот, у нас была также встреча с офицером и курсантами из училища. Они рассказали по поводу специальностей, по поводу быта в училище. Также я потом сам изучал какую-то информацию в интернете, на сайтах различных. Также у сайта, у нашего училища есть свой личный сайт. Также есть вся информация на сайте у Игоря Марковича. Вот, и меня заворожила сама специальность вся, что сложность, что романтика. Это действительно кажется, кажется со стороны, тем более, когда ты лежишь на диване и смотришь фильм про такие дела. Это кажется очень романтично. А Михаил, о вас? Потому что я с детства мечтал попасть в подразделение специального назначения. И это был самым, я бы сказал, насыщенным и интересным вариантом для дальнейшей службы именно в спецназе. Потому что мы в будущем выполняем те же задачи, что выполняют десантники, разведчики в различных подразделениях. Но в то же время мы можем действовать не только с неба на землю и с земли в небо, но и также из-под воды. Ну, то есть это не исключает того, что если вас обучают, как действовать под водой, это не значит, что вы не можете действовать, например, в том же самом небе или на суд. У них парашютная подготовка. Парашютка под... парашютная есть. То есть десантура, она есть, десантура кругом. Не будет рядом воды, мы будем так же работать, как они, так же по всем тем же особенностям тактики, ведения боя. Можем все то же самое. Если рядом будет вода, у нас будет огромное преимущество, потому что мы можем с неба сразу под воду и с под воды сразу выполнять задачу. А где себя уютнее чувствуете под водой? Хотя это чуждая среда для человеческого организма, как нас все время учили, да? Но под водой это комфортно. Когда ты в аппарате, особенно современном, то он уже как часть тебя идет, как твои вторые легкие, и поэтому под водой очень комфортно. То есть меняются аппараты, которые на тебе, да? Вот каталоги, которые были, допустим, 10 лет назад, уже сейчас другие. Конечно, конечно. То есть это уже легче, наверное, да? Да, конечно. И больше объема воздуха? Ну, там есть ряд факторов, по которым подбираются для определенного выполнения задачи определенное снаряжение и аппаратура, скажем так. А, кстати, вот с парашютом там тоже пришлось первый раз прыгать в училище уже в стенах. Здесь не было такой практики? Нет. А здесь, Игорь Маркович, есть такая возможность подготовиться ребят, кто захочет прыгнуть, допустим, с парашютом, и ощутить, что это такое? Ирина, мы учреждение дополнительного образования. У нас определенная образовательная программа, которая включает подготовку к сдаче ЕГЭ, физическую подготовку, работа психологов. Это очень специальное направление. То есть мы не готовим ребят к тому, чтобы они прыгали с парашютом, под водой ходили. Но у нас есть при желании, при желании можно найти, что называется. ДОСААФ, это же была структура, она существует у нас сейчас. Ну, она существует, да. Да, но раньше подготовка основная была именно в ДОСАФ непосредственно, да, где можно было и на водителя выучиться, и прыгнуть, и под водой с аквалангом, я знаю. Отец Роман, ведь еще раз скажу, что по приглашению, в том числе при содействии фонда Екатерины Бакуниной, ребята приехали на свою родину в Тверь, вы сами были в этом училище? Что поразило? Ну, действительно, мы осенью 2021 года тоже посетили Севастополь, вот мы ежегодно ездим в этот город, и в этот раз мы ездили с Тверской молодежью. Да, я помню проект, который вы потом здесь рассуждали, когда они мне на название проекта сказали, волосы у некоторых стоят дыбу, встретимся на кладбище. Я говорю, при чем здесь молодежь и название проекта встретимся на кладбище. Ну, помните, вчера, ребята, я рассказывал встречу на кладбище у могилы адмирала Октябрьского, которая была, это вот так называется, люди не понимают, а на самом деле это очень широкое такое понятие. И вот в эту поездку с молодежью с Тверской мы решили тоже посетить это училище, вот, и хотели встретиться с этими ребятами, и вот при поддержке Игоря Марковича, который договорился с командованием училища, нас пустили на территорию этого учебно-образовательного учреждения, но ребята были на таких ответственных занятиях, нам не удалось нашей Тверской группе, Тверской делегации встретиться с тверскими парнями, но отдадим должное училище. Нам показали музей, очень хороший музей, в котором представлена вся история и Черноморского флота, и развитие этого училища. То есть, дань, традиция вся соблюдена? Да, соблюдена. Нам показали береговую батарею еще, которая с Первой мировой войны осталась, и она находится на территории училища, там тоже музейный комплекс. И немножко пройдя по этому училищу, оно очень такое обширное, ну, даже проходя по училищу, ты погружаешься в какую-то такую, ну, особую такую жизнь, жизнь военных моряков, жизнь курсантов. Тоже очень какие-то интересные есть такие моменты. И вот, и знаете, мне там очень тоже так какая-то, ну, понравилось то, что вот в этом училище нам рассказали, и там представлена в том числе экспозиция о Тверичах. Вот, оказывается, командующим училищем в 60-е годы был наш урожень Старицкой земли, это адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский, который похоронен в Севастополе, и который во время Великой Отечественной войны возглавлял Черноморский флот, как раз вот такой, он герой Советского Союза, он почетный гражданин Севастополя. И вот ребята поступили в то училище, которым командовал в том числе и наш Тверской житель, адмирал Октябрьский. Слушайте, как история переплетена, да? История переплетена, да. Замечательно совершенно. Кстати, вы не знали, да, наверное, о том, что такие корни в Севастополе, куда вы идете учиться? Ну, благодаря отцу Роману знали. Теперь узнали, да. Теперь узнали, да? Ну, когда поступали, или уже знали до этого? Ну, на курсе втором, третьем. Ну, это уже когда учились непосредственно, совершенно замечательно. Кстати, там большой конкурс, чтобы стать вот подводным спецназовцем? Порядка четырех, пяти человек на место. Это фактически, когда училище кинематографии, хочется сказать, да, и театральной, это же, то есть, профессия востребована? Да. Судя по всему, да? Ну, я добавлю, что это вот на их уникальную специальность. Там существует еще ряд специальностей такого технического профиля. Там конкурс, конечно, поменьше, потому что туда идут герои. Туда идут герои. Вы сами себя ощущаете вот так вот кем-то героическим ребятам? Да нет. Чем вообще вот так вот привлекает? Вот вам уже говорили, где вы, возможно, будете служить, ваша будет жизненная биография? В каком районе нашей необъятной России? Или еще это будет ясно уже при окончании? Это будет ясно на пятом курсе при распределении. Распределение уже решит, кто куда поедет. А вот технология распределения. Леша, скажи, чтобы люди понимали, что чем лучше учатся, чем больше достижений, тем лучше достижений. Да? Это вот, как помнится, наши вузы мы еще застали тоже, когда учились, мы заставили вот эту вот систему распределения, когда ты должен три года отработать вольную. Это гражданская специальность. Как у вас? У нас в училище существует бально-рейтинговая система, в соответствии с которой производится распределение. В эту бально-рейтинговую систему заносятся баллы, благодарность, успеваемость по учебе и другие социальные мероприятия. Ну, то есть, даже если вы играете в ансамбле или сплясали в корпусскую самодеятельность, это плюс. Да, да. А если я опоздал из увольнения, это минус. Это минус, да? Да, конечно. Ну, тоже вот такие вот какие-то, назовем, косяки, но бывают в жизни у каждого, то тоже это заносится минус. И, вот, предположим, в классе 20 человек, и у кого рейтинг выше, он заходит первым на выбор своего места службы дальнейшего. И, соответственно, у него 20 мест на выбор. Слушайте, а вот эти плюсики-то, минусы-то, лучше плюсики-то зарабатывать надо, вот как только с момента, как поступили. Конечно, конечно. То есть, вот за эти пять лет вам нужно как можно больше, да? Да. Хороших дел сделать, что называется, да? И чем, вот, вы сколько, а считает человек, можете считать, сколько он заработал себе вот таких плюсиков? В компьютере все это можно посмотреть, у каждого существует личный кабинет в этом бальной рейтинга системе, так называемый БРС. А, даже, даже, а теперь уже нет у нас таких дневников, как мы раньше в школу-то ходили, да? Можно посмотреть. На подпись родителям-то, да? Ну, в школах есть, а в вузах и не было. Уже, ну, да, но там зачетка у нас вот в вузе была, да. А у вас теперь, ну, зачетка реальная есть? Зачетка, конечно, да. Есть, да? А, ну, и в электронном виде еще можно, да, посмотреть? А стенгазеты выпускаются? Стенгазеты выпускаются. А политинформация есть? А вот, например. А, да, давайте, рассказывайте, а? Он прекрасно решает. Вы, да, вы, о, замполит. А существует замполит? Как внештатная должность. Вернулись, да, вернулись в армию замполит относительно недавно. Ну, я хочу сказать, наконец-то. И что? Ну, это внештатная должность, в первую очередь, но, тем не менее, моих обязанностей, это выпуск раз в месяц стенгазеты. Раз в месяц выпускается? Да, раз в месяц мы делаем иногда в формате фотогазеты по каким-то ярким событиям, которые происходят. Либо по предстоящему, для того, чтобы поднять уровень мотивации у военнослужащих. Также это на каждую неделю боевой листок с подведением итогов. О, боевые листки, классно. С целями на следующую неделю, естественно, нужно отметить лучших, где-то постигнуть худших. Ну, и в первую очередь, моя обязанность, это проведение бесед. А беседы на какую тему? Они могут быть приурочены к различным событиям, праздникам, как военным, так и общегражданским. А следите за тем, что в мире происходит? Конечно, следим. У нас каждый вечер просмотр новостей программы «Вести». И также моя обязанность входит в ознакомление с различными событиями, происшедшими в мире и так или иначе касающимися как Российской Федерации, так и Министерства обороны, всех вооруженных сил в целом. Все равно я получаю газеты, различную информацию я делаю вырезки, конспекты и провожу беседы с личным составом подразделения. Вот «Замполит» газеты получает. А в библиотеке есть, если почитать что-то, какие книги? А газеты, может, любой курс он прочитать или нет? Любой. Любой. То есть в библиотеку идти надо, да? В библиотеке все равно есть огромный книжный фонд, как художественной литературы для свободного времени, так и служебной, учебной. В то же время все журналы, газеты, которые как от Министерства обороны на военную тематику, так и на гражданскую и общеполитические, всегда в доступе и в любой момент ты можешь прийти в читальные залаки, спокойно взять место, взять нужные тебе газеты, нужные тебе журналы, и как для каких-то личных проектов, так и в общем в целях ознакомления. Кстати, у курсантов есть такой предмет, как литература? На первом курсе, да, и возможно даже на втором. Только не литература, это называется культурология и русский язык, да. А, и русский язык, да, тоже? Да, да. Ну, читает это больше всего, конечно, зависит от их стремления лично. А вот в рамках культурологии, например, они посещают театры, музеи. Театры? Да, то есть это такая очень развивающая дисциплина. А вот балы бывают для курсантов? Вот я знаю, что для многих, многие курсанты становятся здесь на земле участниками, умеют вальс танцевать. Ну, у нас, именно в нашем ВУЗе есть такая группа, как «Ангаже». А это что такое? Это бальные танцы на базе училища, то есть туда приглашаются курсанты желающие, туда же из различных учреждений, ну, из города приходят девушки, да, и они сначала проложительное время тренируются, а в районе зимы у них происходит бал где-то в городе. Да. Замечательно. Вообще с ВУЗами, с другими поддерживаете, да, какие-то взаимодействия? Вот так вот, не только на уроках танцев, да, как учиться. А кто увлекается спортом, какая возможность есть? На разные виды спорта желающие? Хоккей, футбол, может быть, что-то связано с морем? На самом деле в спорте направлений у нас очень много, и училище дает огромнейшие возможности. Все игровые виды, начиная от волейбола, баскетбола, всеми любимый футбол, в том числе даже хоккей, регби, все это точно сразу-то в училище. А если сама материальная база, спортивное училище не может обеспечить тренировки, делается направление в город на секции. То есть сотрудничать с спортивными школами, секциями, кружками, очень плотно идет. А это плюсиков вот эти вот добавляет? Конечно. В случае выигрыша в каких-либо соревнованиях, олимпиадах и прочих мероприятиях. Это все это плюсик. А участие в парадах? Безусловно. Как раз я хотел вас спровоцировать на вопрос. Пусть парни ответят. Вот что за планочки у них, а Миша за одно. Вот это ты хотел, да? Что это за форма такая? Да, расскажите. Планочки это за медали, за участие в параде. Это за участие в параде, да? В каком? Конкретная планочка за участие в севастопольском параде. В Севастополе я и Максим участвовали два раза, и на Красной площади в Москве мы участвовали один раз. Даже на Красной площади? Да, в 2021 году. Форма вот такая вот, это для вас она, вот это именно ваша форма. Она черная. Не у каждого курсанта. Разделяется форма курсантская по специальностям? По специальностям она не разделяется, но у нас есть так называемая офисная форма одежды. Это в которой мы сейчас. Но также есть парадная, это для каких-либо случаев, в том числе и выхода в город, в увольнение. Она имеет иной вид. А вот бровистые, бровистые. Единственное у нас различие в плане погон, это вот у нас белые просветы. Это значит, что мы принадлежим непосредственно к военно-морскому флоту. Также есть либо синие просветы, это отношение к авиации, будь то морская, будь то военная. Как голубые берут. Военная, да. А также есть красные просветы, это отношение к сухопутным родам войск. Игорь Маркович, вот такая вот красота из недров учебного центра «Призыв». Часто ли вы ходят? Каждый год ребята, с которыми вы занимаетесь, поступают в военное училище страны. Для меня, знаете, как отца. Каждый год красота. И вот знаете, вот мы недавно проводили встречу выпускников, традиционную, январскую. У нас уже более 400 курсантов, из них более сотни офицеров. Я показывал фотографию, помните, Рихарда, вот каким он сидел за партой. А вот вы сегодня его уже упоминали. Да, каким он сидел за партой в учебном центре «Призыв», каким он стал через год, когда приезжал к новой встрече. И теперь мужественный, суровый лейтенант, артиллерист, ракетчик. То есть, их делает такими, как вы скажете, красавцами, богатырями наша военная система, наши военные вузы. А, кстати, кто к вам может в центр прийти? Вот как вот сейчас нас слушают, допустим, жители Твери, молодые, юные, 10-летние, 11-летние мальчишки, и говорят, а мы хотим вот быть такими же. А с какого возраста это возможно? К нам приходят 11-классники, мы начинаем образовательную программу. 11-й класс. Да, с 1-го октября. И в том числе, выпускники колледжа. В этом году замечательный парень, выпускник колледжа Каняева, Алиджан Самуджон, вот прошел у нас подготовку, поступил на первый курс. И знаете, они их поддерживают. У нас, знаете, такая в каждом вузе... Севастопольское училище, да? Да, да. В каждом училище существует некая ячейка учебного центра «Призыв», когда вот новых первокурсников поддерживают. Вот сейчас эти двое парня уйдут через полтора года в офицеры, так? И главой ячейки станет уже... Наш политрук, да? Михаил, это замечательно. А вы между собой там общаетесь? Есть какое-то землячество, система? Да, безусловно. Ну, у нас в любом случае мы в одном взводе находимся, поэтому, да, действительно общаемся. Ну, вы в одну. А Миша? Миша, он с нами в одном общежитии живет. А, ну это все равно общение бывает? Вообще, ребята, положа руку на сердце, это тяжело. Всегда считают, что жить где-то вдали от Родины, и тем более к армейской службе привыкать. Это же такая дисциплина, и такой порядок. Это же тяжко. Ну, на самом деле от людей зависит. И эта привычка, ну, жить отдельно от семьи, от маминой, так сказать, юбки, она вырабатывается, ну, у кого-то дольше, у кого-то меньше. Но в любом случае после первого курса идет уже именно осознание специальности, осознание своей профессии будущей. И уже нет такой сильной тоски по дому. Да, тоска по маминам пирогам. Как кормят? Кормят, в принципе, очень неплохо. Хватает на то, чтобы даже заниматься спортом. Не приходится докупать себе какие-то продукты, которые, ну, хотелось бы. Конфеты бывают? Конфеты бывают. Всегда хочется, наверное, конфет. Конфеты каждое утро можно взять. Что, не только конфеты, пряники, вафли, печенье. То есть это в состав утреннего пайка входит? Конфеты, вафли. Ну, к слову, паек тоже не все могут привыкнуть. То есть, да, для большинства, наверное, все равно ближе позавтракать с чашечкой кофе. Все привыкают. Все привыкают. Ну, если ты курсант училища, то, конечно, привыкнуть. Кстати, важно, чтобы будущее, вот эта вот такая вот красота у нас, приходила к вам в учебный центр, уже имея за плечами какой-то разряд по, допустим, по той же вольной борьбе. Вы знаете, это очень хорошо, очень хорошо. Вы знаете, это вольная борьба, ко всем прочему, это одна из основ морально-психологической подготовки. Вот эти парни, прежде чем прийти в учебный центр призыва, участь в учебном центре призыва, они серьезно занимались спортом. У Миши вообще огромный такой опыт в военно-патриотических объединениях работать. Сейчас, к сожалению, ребята в морально-психологическом плане при поступлении в ВУЗа слабоваты. Это очень здорово, если они приходят, имея какой-то спортивный опыт, опыт работы в военно-патриотических объединениях. Это очень здорово и хорошо. Еще какое необходимое требование, чтобы прийти к вам учиться? Что для этого надо? Желание стать офицером. Иногда приходят, вот приводит мама, вот он хочет стать офицером, вернее, я хочу, чтобы он стал офицером. И пока они у нас учатся, они действительно начинают хотеть стать офицерами. Вот когда вы говорили о привыкании, у нас в нашей программе есть поездка Ярославского училища противовоздушной обороны, ребята были, вот сутки живут, и они получают первое представление о курсантской жизни. Это очень важно. Это уже их выбор, это будет их выбор. Точно, парни? Кстати, вот первое представление о курсантской жизни, возможно, нынешние школьники получили именно от встречи с ребятами, потому что вот вы буквально, вот для чего, профориентационная работа, встречались со школьниками, да? Расскажите несколько слов, пока у нас в программе не подошла. Да, мы встречались со школьниками. Накануне мы ездили в Тургиново, на родину Владимира Владимировича Путина, также посетили могилу его бабушки, провели профориентационное собрание в школе Тургиновской, где пообщались с ребятами, рассказали, что и как лучше делать, как нужно учиться, еще раз подчеркнули необходимость, стремление в желании, ну и выборе профессии. Ну, наверное, себя, как себя готовить к этому делу-то? Все равно без подготовки-то, конечно. Да, очень жилое общение. Также мы были в городе Старица, это родина адмирала Корнилова, который руководил, один из руководителей обороны Севастополя. Также это родина адмирала Октябрьского. Мы были в Новоимской школе, которая названа его именем. Там проводили профориентационную работу у классов общего направления и также у классов с георгиевцев. Миш? Сегодня мы посетили 4-ю общеобразовательную школу, в которой совсем недавно... В Твери. Да, в Твери. В Твери, в Твери, в Твери, совсем недавно был образован профильный военно-морской класс, который учится и существует под девизом прославленного адмирала Нахимова. Моряка нет простого или сложного пути. У него есть только один путь, славный. Ой, как здорово. Кстати, вот вы пообщались... Ну, в основном, естественно, мы говорим, что это училище для юноши. Для юноши. Если девушка захочет получить что-то подобное и служить на море, есть такая возможность у девчат России? В Калининграде один из вузов военно-морского флота принимает девушек. И в Санкт-Петербурге военно-морской политехнический институт принимает тоже девушек. Специальность это автоматизированная система управления, связь, метрология, вот такие направления. Женские руки там тоже нужны, да? Да, нужны. Женские знания. Кстати, ребята, вы общались со школьниками. Вы почувствовали, что есть интерес какой-то у школьников, у нынешних, поступить, пойти по вашим стопам? Да, конечно, они подходили, интересовались, задавали очень разные вопросы, как по поводу жизни, проживания, так и материального обеспечения, как проходит учебный процесс, ну и вообще, как у нас жизнь курсантская, как мы себя чувствуем, как мы привыкали, и тяжело ли было уезжать от родителей, из дома. Наверное, сейчас училище уже для вас второй дом, да, Стал? Это же и такое родное море. Отец Роман, вот в дальнейшем, вот ребята приехали сюда. В этом году, мне интересно, новый 2022 год наступил. Какие планы у вас дальше развивать сотрудничество двух городов? Ну, Ирина, вы знаете, мы с вами здесь несколько раз уже встречались, и многие уже знают, как удивительным образом связаны истории Тверской земли с Севастополем, сколько там прославилось Севастополь, в Севастополе Тверских героев, похоронено Тверских героев, сколько улиц названо в Севастополе, очень много, 12 улиц в честь Тверичей. Это, конечно, очень такой феноменальный город, связи Твери с Севастополем, конечно, очень интересно. И вот такая история, когда тверские ребята, тверские парни учатся в военном училище, становятся на тот путь, который прошли тверские моряки, которые защищали Севастополь и в Крымскую войну, и в годы Великой Отечественной войны. То есть получается такая вот связь времен, такая традиция, что вот я думаю, может быть, сегодня ребята еще до конца этого не понимают, это вот, может быть, когда станут офицерами. Ну, когда на самом деле море-то хлебнут, да? Когда, может быть, почувствуют вот такую историческую связь, что за их плечами Корнилов, за их плечами многие тверские герои, которые защищали Севастополь, спасали Севастополь. И, конечно, вот это очень интересное направление. Мы сейчас с некоторыми школами это проговариваем, что в училище имени Павла Степановича Нахимова во время летних каникул, когда курсанты разъезжаются, есть такая практика. Они принимают школьников, особенно, может быть, кадетские классы, которые хотят почувствовать романтику моря, хотят пожить в училище и пройти обучение, там, вождение ялика, значит, какие-то навыки работы на воде, то есть пожить в казармах. То есть такой есть такая возможность, да, управлять каким-то малым судном? Да, малым судном. И, конечно, для тверских школьников, если вот мы этот проект сумеем осуществить, будет тоже интересно. И, может быть, потом эти пацаны, которые побывают там на летней такой практике, может, у них родится решение такое поступить в это училище, и вот продолжить поступление тверичей на Севастопольскую землю. Потому что сама по себе, вот как отец Роман сказал, романтика моря для вас не существует, это романтика моря, да? Ведь это же совершенно какой-то другой мир абсолютно, да? Особенно подводный мир. А подводный мир красота, да? Это непосредственно, это романтика в нашей жизни, потому что у нас основа специальности – это работа не на воде, а именно под водой. Под водой. Да. И это работа как в различном типе снаряжений, так и просто именно умение плавать и осуществлять какие-либо разные действия. А уходили уже подальше туда, вот в море, во время учебных каких-то процессов? Или только у берега в основном? У нас в основном водолазные спуски учебные проводятся либо на специальных комплексах, либо у берега. Но это ни в коем случае не отменяет морской практике. Изначально это с самых первых курсов. Это мы на ялах шестиосельных, как на вёссах, так и под парусом ходили. А, и под парусом? То есть даже если вы для будущей жизни вы сможете управлять парусным судом, каким-то сходить куда-то в поход? Мы сможем более. У нас идёт образование по программе ГИМС, и при желании можно получить право на управление маломерным судом. Замечательно. Сразу несколько, да? Несколько специальностей люди получают. Вообще с разных сторон человек подготовлен к жизни. Самое основное у нас для знакомства с морем и особенностями жизни на корабле существует такая практика, как дальний поход. Вон, значок. Видите? Дальний поход. Это вот это вот? Да. Это значит, все такие значки выдаются, кто ходил в дальний поход. И это тот самый плюсик, да, ещё к тому же? Да. Да? А то есть право пойти в дальний поход не все удостаиваются? Право пойти в дальний поход удостаиваются те, кто прошёл обучение по программе кораблевождения, освоил хотя бы азы штурминской науки и не имеет каких-то своих ошибок и замечаний в службе. Ага. А вот это вот кораблевождение, это по желанию человек проходит? Не обязательно, нет? Нет, это учебная программа. Это учебная программа. То есть каждый из вас знает, как водить корабль? Они тоже уже ходили, но знаете, они уже такие крутые парни, они уже думают, да ладно. Да зачем мне этот значок? И как у нас это есть, да? Это не обязательно. Кстати, такой значок носить тоже не обязательно, да? Это по желанию. Ну, это как элемент формы одежды и приветствуется ношение таких нагрудных знаков отличия. Я, кстати, спросила, ходили ли вы далеко в море, как насчёт друг, вот вы выбрали такую специальность, а вдруг вы узнали непосредственно море, что вы страдаете морской болезнью? И уже и как? А пока ты не попадёшь в море, ты же не знаешь. Расскажи эту сегодня историю про эту качку и как она на вас действовала. А когда на море качка, да. Ну, мы ходили после второго курса в дальний поход, это был сентябрь 2020 года. Мы направлялись в Тунис. Ого! Вот, у нас было 17 человек водолазов и остальные курсанты, 103 человека, кто учится на корабельной дисциплине, на кораблевождении, ну, на подобных. И мы попали в шторм, после чего большая часть курсантов, которые обучаются на корабелов, скажем так, они страдали морской болезнью. А у нашего взвода, как ни странно, проснулся зверский аппетит. А это тоже, это одна из родновидностей. Я когда ходила, вот тоже переходила по морям, мне говорили, что одна из формы морской болезни. Да, и мы сидели и плотненько кушали, доедали, скажем так. Да, тут главное не отходить далеко от холодильника, что называется, что всегда была под рукой, да, да. А наш старший помощник капитан, он страдал другой формой болезни морской, поэтому вот единственное, на нашем судне тоже смешно. Уважаемые друзья, к сожалению, программа подходит к концу. Мне бы хотелось, чтобы, Игорь Маркович, скажите, как к вам попасть, обратитесь к родителям? Может быть, для многих школьников родители решают, отправлять вас в центр призыв или нет? Ну, прежде всего, у нас есть сайт, как у всякого образовательного учреждения. Я предлагаю найти, набрать в интернете учебный центр призыв, и вы выходите на наш сайт. Иногда, вы знаете, для таких индивидуальных душевных консультаций, у меня есть страница ВКонтакте, полковник Пивницкий, через Е, Пивницкий. Пожалуйста, заходите, я в течение суток отвечаю на все вопросы. Это идет учеба в вашем центре, она идет параллельно с учебой в школе, да? Да. То есть, человек прошел свои основные 5-6 уроков, да, а потом бежит в центр. У нас вечерняя очная форма обучения с 17 часов до 19.30, понедельник, среда, пятница. То есть, здесь реально идет подготовка к будущей службе в армии, да? Да, да. И либо, вот как ребят, к военной специальности. Да, прежде всего, подготовка к поступлению в военные вузы. Знаете, в этом году наши выпускники нашего центра поступили в 8 военных вузов, в прошлом году в 12 военных вузов. То есть, в среднем у нас ребята поступают в 8-12 военных вузов. То есть, когда они приходят, они в общество знают 1-2 вуза. А потом оказывается, что вузов больше, и оказывается, их предпочтение существенно шире. Отец Роман, мне бы хотелось ваше впечатление о визите ребят. Не зря им руководование училища дополнительные 4 дня-то выделило, для того, чтобы здесь они побывали на своей родине и рассказали, как им служится. Как вот по-вашему? Ну, знаете, как я думаю, что вот, может быть, они, ребята, еще до конца этого не сознают. Дело в том, что они очень скоро станут офицерами. И скоро станут не просто офицерами, а они сами станут. В их подразделении будут люди, которыми они будут командовать, руководить. Они будут ответственны за этих людей. И они тоже будут думать о пополнении в своих частях. И, наверное, каждому офицеру хочется, чтобы в их часть пришел грамотный, толковый специалист, отвечающий всем требованиям и образовательных дисциплин, и моральных качеств. Я думаю, такое общение со школьниками, со своими товарищами, с друзьями, это еще такой элемент умения общаться с обществом, умения общаться со своими коллегами. И уже, знаете, такой какой-то опыт командирской деятельности. Потому что я так уверен, я думаю, что и мы с Игорем Марковичем надеемся, что наши ребята достигнут очень хороших результатов. И станут, знаете, как Игорь Маркович говорит, чтобы я полковник, чтобы вы шли дальше. Да, 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 чтобы до генерала дослужились. И дай бог, чтобы... А все же начинается с чего-то, с малого начинается. Начинается со школы, а окончается генеральскими погонами. Совершенно замечательно. Я надеюсь, что ребят, может быть, годик через три-четыре уже молодыми лейтенантами, офицерами к нам сюда в студию. Вы скажите тем ребятам, которые сейчас нас слушают, почему нужно поступать в военную чищу? И почему хорошо быть вот так вот подводным спецназовцем? Ну, самое главное, это то, что ты участвуешь в великом деле. Меньше этого никак не назвать, потому что ты знаешь, что от тебя зависят интересы Родины, ее благосостояние, ее безопасность. В первую очередь, ты находишься на острие всех вооруженных сил, и каждый день ты выполняешь те задачи, от которых зависит вся обстановка России в целом. А именно поступление в военные вузы и офицерское будущее, во-первых, дает уверенность в завтрашнем дне, стабильность и воспитывает личную ответственность. Ты не будешь теряться, не будешь искать по жизни, ты уже четко знаешь, к чему ты идешь, какая на тебя ответственность. От тебя зависит не только твой личный состав, но и окружающие тебя люди и их безопасность в целом откажут твои ошибки. И это воспитывает очень хорошее личное качество. Как хорошо говорит, Михаил, да? Прям приятно слушать. Я не так же могу сказать. Ребятки, ну от вас ходят. Потому что мы все говорим, что вот куда наша молодежь уходит, благодаря интернету, вернее, спасибо в кавычках, уходит непонятно на какие сайты. А вот какая красота-то у нас есть. Да, у нас есть хорошая молодежь, и надо чаще ее показывать. Это вот мы и стараемся. Алексей, ваше пожелание. Почему надо поступать? Почему именно вот это вот? Ну, потому что, чтобы найти себя, найти свой путь, нужно двигаться, скажем так, не сидеть на месте. Нужно определиться и идти, скажем так, протаптывать себе тропинку, и все получится. Ага. Максим? Ну, если говорить о личном предпочтении, то это в первую очередь интересная профессия. Это возможность проявить себя. А также, если говорить честно, то в будущем у нас всех будут жены, семьи. Сейчас есть матери, отцы, которые в старости нужно помогать и обеспечивать. А военная служба – это одна из основных организаций, которая сможет существовать. Это и достойные довольствия денежные, это квартиры, жилье. Жилье тут все, да, это очень важно. Отличные, социальные льготы, так точно. И если говорить именно про курсанские будни, то если сравнивать со студентом, то нас обеспечивают одеждой, нас обеспечивают жильем, нас обеспечивают питанием. Мы ни на что из этого деньги не тратим. Но при этом нам еще и сверху платят достаточные суммы. Спасибо огромное. Как вам, кстати, зима подходит к концу программы? Вы сразу так с юга, хоп, и в зиму... Прохладненько, непривычно. На Севастополь проводили. Они приехали в легкую одежду. Да, ну, во всяком случае, вспомнили родину, что называется. Может быть, кому-то из вас придется на северных морях служить. Спасибо, уважаемые друзья. Программа подошла к концу. Я надеюсь, что вновь мы встретимся с вами уже с молодыми лейтенантами. Так и хочется сказать, я вспоминаю все марш нахимовцев. Простор грубо-голубой, земля закорной, гордо реет над нами, флаг отчизны родной. Спасибо, служите хорошо. Учитесь. Спасибо, отец Роман. Спасибо, Игорь Маркович. Всего доброго. Будьте здоровы, уважаемые друзья. До свидания. До свидания. До свидания.